Всем привет! Вы на канале DaynaLife, меня зовут Вадим Дейна, и сегодня видео будет на тему Гданска. Как устроиться в такси, какие условия, какие ситуации, как там по работе, как было в прошлом году. В общем, полезная информация, если вы решите поехать работать в Гданск, или уже работаете, и у вас есть вопросы по вашим партнерам, или у вас есть друзья, родственники, в общем, кто-то, кто там работает, это видео для них будет полезно. Если есть еще какие-то дополнительные вопросы, добавляйтесь там DaynaLife, таксисты, курьеры, в общем, пообщаемся на тему такси, партнеров, всего полезного. И поехали смотреть! Снова мы в Гданске, Вова, он менеджер партнерки по Гданску, запознание пока говорить не буду. Сейчас я в него узнаю, какие условия по Гданску под Гдиня, в общем, по троймясту, какие должны быть, потому что им я доверяю. Первый вопрос, как долго длится период оформления, то есть от того, что он пришел к тебе, до выхода на линию, что он уже легально может работать, брать заказы, не бояться рейдов. Для начала нужно собрать документы в Гдине, это не судимость Польска, лекарские, психологические исследования, это занимает 2 дня, не судимость Польска – это 15 минут. Главная, и это проблемная доведка, которая нужна у нас в троймястке, это не судимость из своей страны. Она нужна каждому украинцу, Белорусскому, Ивану и так далее. Когда у человека уже есть, например, все документы на руках, випис там сделать на машину и идентификатор на Гданске занимает 1 день. И человек все может работать. А сопер в день? Сопер делается 2-3 дня, в день до 3-3 дней делается випис. Но когда человек получает випис на Гданске, она уже может работать. То есть достаточно одного получается? Сколько нужно денег на оформление документов? То есть там бодания, лекарские, это все випис из лицензии? Випис на одно место вартует 50 злотых. У нас, как три места, это 150 плюс ознакование, это три наклейки плюс ценник. Это разом будет 250, машина готова. Когда люди наседают на аренду, она ничего не платит. Идентификатор все бесплатно. Довидка несудимости, как и всюди, 30 злотых. По украинцам и белорусам, что с нашими справками? Украинцам делается довидка за 2 минуты. Это через сайт Ньюста заходить и все. Там будет витяг, зберегаем его в PDF-файлі, отправиваем его к перекладачу. Довидка сама бесплатна, а переклад десь до 110 злотых. А по белорусам? Белорусам ситуация важная, им нужно через доверенность, так как они уже ехать туда назад не хотят. Если нет доверенности, то можно сделать через посольство. А скидки никакой, если у них гуманитарная виза? Нет. Ранее было, сейчас все, всем нужно. По процедуре оформления вообще есть последовательность? Первое, нужно сделать несудимость из своей страны, потому что переклад может займать до недели. Белорусам довидку сделать тяжелее, им нужно ждать до месяца. Только когда она будет готова, потом ей нужно передать на переклад. Без этой справки они не могут работать легально, правильно? Нет. Потому что просто в лодзе происходит, что если ты подался, ты ждешь, то ты можешь легально работать. То есть, по факту, белорусы раньше, чем через месяц, если они без этой справки не могут начать работать? На начаток нужно начать это с довидки, а потом все очень быстрее делается. Они вообще могут эту справку дома взять себе, правильно? Да, да. Потом сделать медпсихотести, вартость 200 злотых. Потом, в самом конце, нужно сделать польскую несудимость, потому что ее строк в Ожендах лишь месяц. Если своя машина, то какая процедура? В паспорті должен быть штамм такси, подписываем одну умову на то, что человек нам дает подвинения на фирму и все, мы делаем умову. Главное, чтобы штамм такси и такси. А, то есть вы сами делаете все, правильно? Все делаем все. Отлично. И вы делаете, кстати, лицензии на три города. Гданцев та Гдиня. А вопрос Реда, Румия, Вейхерово, Владиславово, прочь Гданский. Все в процессе будет еще пять лицензий. Такой насущный вопрос по поводу смены права украинцам-белорусам. Нужно, не нужно. Ходит легенда, что до 2023 года надо все поменять на польский. Украинцам пока в целом закон дает, что до конца года не нужно ничего менять. В целом закон в Польше – это полтора года ты пробул, ты обязанных поменять. Но есть случаи, что 5-10 лет я ничего не меняю. Я еще не менял. Права, как так, сейчас не нужно менять. Но моя дума, что скоро аппликации не будут принимать, если не будет польских прав. Хотя, если человек еще меньше, чем полтора года, она не сможет никаких поменять. Без карты тоже. Без карты она не сможет поменять. Она была в действующей визе. Но сейчас по визе никто не еду из украинца. Ну, много такого я не понимаю. Но уже есть случаи, что у нас человек из Туркменистана и Грузии. Мы делали аккаунт Френау, Френау не приняли их права. И было, что должно быть польский бут. При смене партнера, какие документы нужно менять? Ну, то есть в Варшаве, насколько я знаю, там надо и выпуск, понятно, менять, и идентификатор привязывается. У вас как? Все тоже нужно менять. Все с нуля вообще, да? Да. Все привязывается до партнера. Бо мы даем доступ к своей лицензии. А водитель, если хочет работать через партнера, он должен иметь какую-то лицензию. Идентификатор физически есть у вас? Так. Лише на Гранске. Ага. Супердиня там типа? Немает, там он будет в базе. Сразу делается или? Сразу. Какая типова. Если ты ознакованный, но без каси фискалки, ты можешь ездить по бус-классу и по 100 такси? Да, можно ездить без проблем. Главное, чтобы просто такси не был выкуплен из местной фирмы. Как должно быть здесь ознаковано такси? Машина должна быть ознакована. Это три наклейки. В данный сопер-годиня. На стекло внутри. На стекло внутри. Да, внутри клеится с двух сторон. Плюс на правой двери задней должно быть, на стекле и цене. Идентификатор должен быть на видном месте, чтобы пасажиры могли ознакомиться с водителем. И шашка такси, само собой. Какие документы нужно возить обязательно с собой? Мы психотести, идентификатор на видном месте. Потом, если мы подписываем мову работы, то нужно с собой возить. И выписать на автомобиль. Выписав все три, правильно? Да. А когда добавляться другие города, то будет больше, типа, да? Да. На все надо. Вопрос по рейдам. Насколько часто? Где они проходят? Как они проходят? Что-то новенькое есть? Ну, типа, на вокзалы или как-то интересно? Рейди проходят не так часто, как бы хотелось. Рейди проходят не так часто, как бы хотелось. Зазвичай, это вокзали. Ага. Ага. Не было тогда? Не было тогда. Но я как чувствовал, что сейчас я подключаю сразу скорбулку. По местным таксистам. Зарубы за постои, еще за какие-то места бывают или, например, пытаются рейди проводить? Потому что я знаю людей, которые попадали на это. Это я помню. Все мы все знаем. С местными таксистами есть зарубы, особенно в Сопоте, как и всегда. Есть просто такие постои, где они не выкуплены, но там прямо вокзали. Бандюки, да? Там сидят вот эти бандюки. Было такое, что водитель, работающий третий день, еще ничего не понимает, что заехал туда, сидит себе в телефон, потом хочет ехать, а колеса уже пробить. Но он даже этого не заметил. Ну, типа, в теории по закону, если вдруг что-то рубаться и посылать их можно. Ну, рубаться, как? Ну, говори, что вызывай ментов. Да. Потому что они говорят, у тебя нет кассы фискалки, вали отсюда, ты нелегал. Просто вызывай ментов, свободен, по жилью. Насколько тут дорого или недорого, в сезон подорожают, скорее всего. Цены плюс-минус такие, как и в Варшаве. Хостелы там 800 можно найти, 700-500. Комнаты от 1000 и до 1,5. Хоть на Кийского Олегке там около двух будут и выше. Ну, в принципе, учитывая, что таксист с машиной, искать не обязательно в самом Гданске. Я даже больше скажу, рекомендуется вообще, в принципе, куда-то подальше. Чтобы не было проблем ни с парковкой, ни… В принципе, даже я, когда жил в Руми, то первый заказ часто ловил и, короче, куда-то в Гданск уезжал сразу 50 км. Такие заказы тут далеко много? Дальники есть. Через то, что места расположены далеко один от одного. Дуже много людей ловлять из Гданского. Так же в Туредо, что ты говоришь, в Руми, и в Туредо. Под конец самый интересный вопрос. Самая большая касса на каком автомобиле в сезон? И вот сейчас эти кассы, можно сказать, средние в не сезон Ядварь, Февральмар? Ну, летом это то, что и было. Людина закрила 6700 на плюсе. По болту? По болту. Выводила, да. А сейчас? Зараз 2,5-3 можно закривать, но нужно работать больше. И главное, чтобы был четкий график. Само собой. Хорошо, мы сейчас разговаривали за плюсы. А если не плюсы, например, в Варшаве минимум, это должен быть тариф еще гриндобалок. А у вас тут можно на простой машине заработать или в приоритете все-таки Prius, что-то такое? Ну, приоритеты, как и в каждом месте, это гибрид, что был тариф гринд. Это будет большая часть заказов. Но и есть люди, которые ездят и на старых своих автомобилях. Но, естественно, что им и важче, и касса вообще не тей. Ну и на газу никакого дизеля. Все на газу. Давай расскажи мне, короче, какие тут есть самый один из распространенных разводов для новеньких водителей. Когда либо лицензию неправильно обещают, либо, ну не знаю, условия, там, например, помимо ВАТа 8% там еще, а за пользование авто сверху 5%. Ну, типа... Есть такие, что их берут за открытие аккаунта просто злоки, непонятно за что. Потом есть такие, что открывают лицензии, ну, в основном, очень много партнеров открывают лицензии лише на Гданске. В Сопоте, в Данске, людей в базу никто не подает. И когда ИТД их остановит, будут большие проблемы у людей. Фирмы не будут. Ну да, там же Иваны подписывают бумажку про то, что ответственность на себе. А в Сопоте, ну, говорю, как есть. Сопот в том плане, в плане ментов, именно старичков, самый, ну, извиняюсь, конченый. Типа, там ребята и рейды делают, и у меня там друзей и знакомых ловили. И поэтому, если туда заезжаешь, у тебя нет документов, а там довольно жирное место. Ну, там хочется брать заказы в определенном месте. Там пир с кучей ночных клубов и там тусуются. И если местные таксисты зажмут, то проблемы будут. Потому что, как у меня было видео, типа, что девушка получила штраф от ИТД спустя 3 года уже с пеней. 15 тысяч злотых. Ну, типа, всякое может быть. Кстати, принимайте любые автомобили от других людей в пользование под такси. Машины принимаем, в основном, это гибриды. Вот. От какого? Бажано, от 5-го. Ну, машины у нас пропускают сейчас от 4-го. Это новое введение. Ну, бажано брать от 5-го. Ну, в основном, это лишь гибриды. По простым машинам ДВС, с газом, в принципе, пользование брать, да? Можем взять, но машина должна быть в очень хорошем техническом состоянии. Ну, то есть явно не 4-5-го, да? То есть исключение для гибридов? Нет, мы даже не будем разглядывать. От 10-го? От 10-го, да. И это, в основном, лишь Favio. Брать, например, Opel или Ford, нет никакого смысла. Спасибо большое за точную информацию, как тут можно работать, условия, в общем, ну, чтобы людей не вводили в заблуждение, когда они будут пытаться работать в такси. Обязательно сделаю лицензию на машину и в сезон, вот прям must-have, проехать в Данск поработать, как было когда-то, особенно в ночь. В общем, вот эти все движ, море, прикольно. Как только начнется сезон работы, я само собой поеду в Данск, в принципе, как и все большие города Польши, и там поработаю. Я уже туда отправил документы для того, чтобы мне там делались выпуски, лицензии, чтобы все было законно. Если есть какие-то вопросы по работе в такси в Данске, пишите ко мне. Если нужна помощь риэлторской фирмы или по страховке, я там внизу где-то оставлю ссылки. Русскоговорящие менеджеры с вами свяжутся, и вам будет, ну, попроще, скажем так, там, зеленая карта, вот это все. Всем спасибо, что посмотрели, делитесь с друзьями, всем пока. Украинскую? Украинскую. А я, блядь, какой? Вова украинская. Ты тоже? Ну, такая. Ты такие угорши, непонятные. Ну, так, я на суржике говорю. Все. Все. Вот и все.